Основные вопросы на очередном комитете по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству 5 июля касались повышения платы за проезд в общественном транспорте и отмены наличного расчета. На заседании присутствовал депутат Московской областной думы и председатель комитета по транспорту и информационным технологиям Олег Гаджиев, который выступил с разъяснениями ситуации. Конечно, в первую очередь это безопасность наших жителей. Я не хочу приводить статистику, сколько аварий происходит, когда водитель рассчитывается и выдает сдачу, поворачиваясь к вам, дорогие жители, лицом и сдавая сдачу. Это раз. Срываются маршрут. Вы опаздываете, потому что заходите в автобус, водитель начинает работать кондуктором. А водитель, правильно, не кондуктор и должен отвечать в первую очередь, чтобы вовремя подойти из точки А в точку Б, довезти вас. И самое главное, безопасно. Вопрос с оплатой проезда в общественном транспорте стоит у жителей особо остро. Ведь не все люди пользуются транспортными и банковскими картами. В первую очередь это касается пожилых людей. Закон по отмене оплаты наличных приняли мгновенно, как громкость ясного неба, то почему бы нельзя было продлить немножко его хотя бы, да? И сказать вам, что 18 июня был принят закон, но имейте в виду, что с 18 сентября, к примеру, да, все, отменяется полностью на оплату. Каким образом было согласовано, если не обеспечены меры исполнения закона? Если нет терминалов и люди лишены возможности исполнить данный закон, этот закон был, ну, правы граждане. Но действительно, он не мог быть денег. Одни хотят с карты, другие не хотят с карты. Так вот вопрос, а в чем, собственно говоря, проблема? Ну, люди не хотят карты. Значит, им надо дать возможность пользоваться наличкой. В ходе заседания все-таки удалось прийти к единому мнению. Увеличить возможные альтернативы, как увеличение терминалов я зафиксировала, в МФЦ, возможную, как идею, это и то, что я планирую вынести на комитет с представителями Министерства транспорта. Там, возможно, расплачивать, то есть сделать более возможность, доступность в разных местах, пополнять во всех поселениях, в самых отдаленных особое внимание сделать. Обязательно это все проработаем. Мы обязательно в рамках нашего совета депутатов нашего городского округа обсудим. Здесь надо уже, и думаю, порекомендуем главе провести отдельное совещание с нашим участием, с представителями социальных структур, чтобы реализация закона на местах чиновниками других ведомств была исполняема. Также на заседании обсудили ситуацию с окосом травы. Все пожелания и замечания жители могут оставить на официальном портале правительства Московской области «Добродел» или обратиться напрямую в администрацию округа. Виктория Цыбина, Ярослав Акимцев, День города.